Говорят, в Германии есть традиция, в очень многих семьях периодически делают хозяйки дома окорок. Такой. Ногу мясную приносит или там яблоко, не знаю, что он там, какой кусок мяса приносит. Ну, окорок, короче, делается, с чего не знаю. Короче говоря, муж приносит кусок мяса, а жена делает. И вот в одной молодой семье, молодая жена делает традиционный окорок. И новоиспеченный муж замечает, что кусок, красивый кусок мяса, который он принес, купил где-то там, выбирая его долго и тщательно, жена отрезает какой-то кусочек и потом закладывает его в емкость, в духовку и запекает, там, делает это мясо. Он ей спрашивает, а зачем ты отрезал вот этот кусочек, 100 граммов, вот сбоку сырый? Так надо, говорит жена. И так раз за разом. Каждый раз, когда муж приносит кусок мяса, жена зачем-то, непонятно для чего, отрезает кусочек и отправляет это все в духовку. И он говорит, зачем? Объясни, я не могу понять, для чего ты это делаешь? Зачем ты на Векенштейн вот этот кусочек? Не то, не все, берешь, портишь мясо, ну зачем ты это делаешь? Она говорит, ну так надо, так надо, так мама всегда делала моя. Ну зачем, объясни, такой тщательный немец оказался, такой, ну вы поняли, во всем хочет разобраться, дойти до сути, понять причину, почему такие странные действия совершает его молодая жена. Год прошел, она все отрезает, кусочек отрезает. Так мама делала вот одно объяснение, ну зачем, она объяснить не может. Наконец произошло событие определенное, и в гостях у них оказалась теща. И начали делать опять такой же окорок, и случай пришел, когда этому молодому мужу спросить у тещи причину странного поведения его молодой жены. А зачем ваша дочь всегда отрезает от окорока кусочек, а потом запекает его в духовку? Объяснить не может, говорит, всегда так мама делала. А она говорит, мать, а, и смеется. У нас, говорит, в семье была вот эта кастрюля, в которой мы запихали, маленькая, мне всегда приходилось, она не входила, мясо, мне всегда приходилось отрезать кусочек. Вы понимаете, что непонятно почему, непонятно кем, непонятно когда. Нам навязаны какие-то стереотипы, какое-то понимание вещей, и мы по инерции, не задумываясь, почему принимаем это. Вот и в сетевом бизнесе точно так же. Однажды, наученные кем-то, мы повторяем и делаем одно и то же, одни и те же действия совершенно, которые не приводят к результату. Мы проводим презентацию, которая не работает. Или работает очень плохо для наших людей. Но мы ее не меняем, потому что мы так привыкли. А так спонсоры делали мои, говорим мы. И учим, поучаем своих дистрибьюторов, и требуем от них повторения. Оно не работает, оно не срабатывает. Оно никого не впечатляет, наше действие. Но мы продолжаем, и продолжаем, и продолжаем, и продолжаем. Офис человек снимает. Зачем ты снимаешь офис, если это тебе в тягость? Если каждый месяц собрать со своих дистрибьюторов деньги, для тебя лучше кровь сдать свою, чем с них деньги собрать. Но ты продолжаешь, что ты богатеешь. Что у тебя рост? Что этот офис реально тебе нужен? Не задумывался? Всегда так было, говорят. Зачем ты делаешь вот эти действия? Зачем ты рассказываешь человеку вот это все, что ты рассказываешь сейчас? Ты же видишь, что раз за разом человек встает и уходит. Зачем ты это делаешь? Зачем ты повторяешь то, что не работает? Так всегда делали. Но у тебя мозги же есть. Есть такая книжка знаменитая, «Искусство торговать». Ее написал Том Хопкинс. Я очень многому научился у этого человека. И он там рассказывает историю про то, как вот шаблонами по инерции руководствуются продавцы. Мы все продавцы, мы продаем продукты. И от того, сколько мы продаем, зависит наш доход и наш успех, и наше процветание и все прочее. Поэтому продавать надо много, чтобы быть успешным человеком. Так вот он говорит, «Вы посмотрите на людей, профессиональных продавцов, которые стоят в магазинах, консультантами, продавцами. От них зависит, от их действий правильных, зависит будущее их детей. И посмотрите, как большинство себя ведет. Они даже не задумываются, чтобы что-нибудь поменять. Вот, говорит, смотрите на этого красавчика Джо, который сидит у себя в магазине, и вот, ну, допустим, в автомобильном, в автомобильном магазине, в салоне, в автомобильном салоне. Вот он сидит, как петух на насесте, и вот заходит пара, семейная пара покупателей. И Джо слетает со своего насеста и гордым шагом направляется к скромным мужу и жене, которые ходят среди машин. И вот он прилипает к ним, пожирает их глазами и задает им разные дурацкие вопросы. Чем я могу вам помочь? Что вас интересует? И оценивающим взглядом оценивает этих людей с головы до ног. Те теряются под его напором и говорят, да мы просто посмотреть. И ретируются. Задом, задом и выходят из магазина. Возвращается на насест и таким же безмозглым продавцам сообщает этот Джо, говорит Том Хоккинс, автор этой книги, у людей нет денег. Жалкие людишки заходят просто поглазеть. У этого человека нет мозгов. Он сделает все, чтобы напугать своих потенциальных покупателей и тех людей, которые могли бы его обогатить. Потому что он ничего не учится. Он не делает выводов из того, что только что сейчас с ним произошло. самовлюбленный болван. Вы знаете, сколько нашего брата таких? Я понимаю новичка, который еще ничего не знает. Он приходит, ему навязывают штампы. Какие штампы, которые не работают? Которые давным-давно уже, давным-давно уже, давным-давно уже, слитый в унитаз и никого не интересует. Я иногда с удивлением, вот недавно был в Днепропетровске, и утром гулял по городу. Море объявлений. Заклеен весь какой-то район. Я специально наотрывал этих объявлений, чтобы понаслаждаться текстами. Эти объявления клеили еще во времена Римской империи, наверное. Они давно устарели. Требуются сотрудники для работы в офисе. Теплая атмосфера, обучение, взаимоподдержка, порядочность и прочее-прочее гарантируется. Молодая цыганская семья снимет, из 12 человек снимет однокомнатную квартиру, порядок, чистоту гарантирует. Понимаете вы или нет? Бред! Давно никто не смотрит. Клеют каждый день. Каждый день сидят в офисе и с тусклыми лицами брешут людям о работе в офисе, в сетевую компанию. Что они будут работать, на рукавниках сидеть и принимать людей. Фигня! 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 Для кого-то это, кто наверху может быть срабатывает, а остальные просто в рабстве. Им навязываются штампы вот такие. И люди отрезают от этого окорока потом. Я встречался с одной такой девушкой. Денег не копья, вся в долгах. Приехал из другого города, сняли офис, заплатили кучу денег с командой и долбятся, клеят объявления на износ. Живут в двухкомнатной квартире в Восьмеро, чтобы подешевле. И работают вахтовым метром. Боже, я это делал 10 лет назад. Продолжается. Да, о чем мы говорим? Продолжает давать рекламу контекстную, когда она вообще не работает. Толпы людей, как стадо бизонов, проходят мимо тебя, разочаровывая. Продолжает тупо это делать. Почему? Потому что это всегда так делают. Короче говоря, не надо резать окорок бесконечно. Подумай, остановись. Посмотри на тех, у кого работают, и делай только то, что ведет тебя к успеху. Думай. Недаром Наполеон Хилл написал книжку «Думай, богатей». Сначала думай, потом богатей. Желаю вам удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!